Меня зовут Джон Пьер Петти, я астрофизик и бывший научный руководитель. Всю свою карьеру я проработал во Французском центре научного исследования, CNRS. Я возглавляю небольшую группу исследователей, физиков и математиков. Мы стремимся разработать новую космологическую модель, которой дали имя Бога Януса. Цель этой 90-минутой видеозаписи представить в едином документе вместе основы модели и множество разработок, которым она привела. Эта модель пытается дать последовательный ответ на кризис, который астрофизика и космология переживают десятилетиями. Дисциплины, обремененные гипотезами, называемыми инфляцией, темной материи, темной энергией и где наука сочетается только на условном ладе, заполнены такими словами – мог бы, был бы, объяснил бы. Это видео состоит из сотен понумерных предложений, которые образуют текстовый файл на французском, английском и русском языках. Можно скачать по адресу, указанному ниже. Это предназначено для того, чтобы позволить переводчикам предоставлять перевод этих предложений на своем языке номер за номером в звуковом файле, что затем позволит нам создать версию этого видео, но не с субтитрами, а с дублированием. Начиная с 70-х годов, можно было изобразить вращение газовой материи внутри галактик. Эти элементы газа движутся по почти круговым орбитам в пределах гравитационного поля данной галактики. И то же самое для звезд, как наше Солнце. Вот кривая вращения нашей галактики – Млечный Путь. Здесь мы заметили скорость Солнца на круговой орбите примерно 220 км в секунду. Как видно, ниже кривая, представляющая круговую скорость, при которой центробежная скорость уравновешивается гравитационным полем. Это гравитационное поле рассчитывается на основе массы внутри галактики, вычитаемой из астрономических наблюдений. Что касается Солнца, мы наблюдаем превышение скорости примерно на 60 км в секунду. Таким образом, Солнце должно покидать галактику из-за центробежной силы. Собственно говоря, из-за этого должна рассеиваться вся галактика. Основываясь на этих фактах, астрофизики пришли к выводу, что в галактиках должна находиться какая-то материя, ускользающая от оптических наблюдений, которые они назвали темной материей. Галактики собираются в сфероидальные скопления, которые иногда состоят из нескольких тысяч элементов. Галактики могут убежать, только если их скорость превышает скорость высвобождения, пропорциональную квадратному корню из массы скопления. Здесь мы снова обнаруживаем, что галактики движутся со скоростью, превышающей эту величину. Астрофизики пришли к выводу, что большая масса темной материи должна препятствовать выходу галактик из этих скоплений. В целом, до 1990 года общее количество темной материи в масштабе Вселенной было представлено процентом, указанным на этой диаграмме. Затем мы попытались определить природу этой невидимой массы. Упорно продолжало избегать наблюдения. С 1990 года были проведены измерения пекулярной скорости галактик, расположенных на очень больших расстояниях, которые показали, что космическое расширение, вместо того, чтобы замедляться, наоборот, ускоряется. За это открытие Нобельская премия была присуждена Пермутеру, Шмидту и Рису. Заявили, что можно сиявление объяснить присутствием таинственной темной энергии, отрицательной и отталкивающей. Затем процентное содержание этих различных компонентов стало следующим. Наблюдаемая доля, соответствующая видимой материи, упала до 4%. С 2011 года теоретики по-своему интегрировали эти новые данные, предложив модель LCDM. CDM расшифровывается как Cold Dark Matter – холодная темная материя, компоненты которой имеют низкие скорости теплого перемешивания по сравнению со скоростью света. L относится как к космологической постоянной, которую теоретики решили включить в уравнение Эйнштайна. Считается, что термин относится к таинственной, вакуумной, репеллянтной способности. Израильтянин Мардыхай Мильгром предложил другую идею, что закон Ньютона меняется после некоторой расстоянии от 1 на R2 до 1 на R. Это привело к проявлению плоских, кривых, круговых обретальных скоростей на периферии галактик, которые соответствовали наблюдениям. Но этот закон, даже если он не имел теоретических оснований, должен был применяться в других ситуациях. Оказалось, что снова нужно было внести поправки по вопросу о скоплениях галактик, что равносильно вопросу о том, что сей новый закон не только меняется с расстоянием, но и что оно меняется в зависимости от рассматриваемой массы. Некоторые теоретики затем вернулись к старой идее о том, что Вселенная может быть заполнена положительными и отрицательными массами. Это было предвидено еще в 1957 году космологом Германом Бонди. Этот подход привел к парадоксу runaway, английскому слову, который обозначает «убегать далеко». Мы объясним происхождение этого парадокса. Полагаем, как и Бонди, что Вселенная управляется уравнением, введенным Эйнштайном в 1915 году, более века назад. Смысл этого уравнения в том, что локальная геометрия Вселенной определяется содержанием в ней материи. Смысл этого уравнения также основан на идее о том, что тестовые частицы следуют геодезической гиперповерхности пространства времени. Вторая часть этого уравнения представляет то, что создает гравитационное поле. Если учесть, что в данной области положительная масса, содержащаяся в сфере, создает вокруг нее гравитационное поле, это будет означать, что любая частица-свидетель, проникая этого поля, будет следовать по этим траекториям, которые намекают на притяжение. Для любой частицы-свидетеля, независимо от того, имеет ли она положительную или отрицательную массу. Что можно резюмировать фразой? Позитивные массы притягивают все, что их окружает. Напротив, рассмотрим гравитационное поле, которое создается сферой, полной отрицательной массой. Уравнение Эйнштейна затем создавало бы пути, намекающие на отталкивание, которые должны были бы пройти частицы-свидетелей, независимо от того, имеют ли они положительную или отрицательную массу. Это можно выразить фразой. Негативные массы отталкивают все вокруг себя. Отрицательная масса будет отталкивать, в частности, другую тестовую массу, которая сама по себе будет отрицательной. Парадокс возникает при рассмотрении взаимодействия между положительной массой и отрицательной массой. Отрицательная масса, привлеченная положительной массой, устремляется на нее. Но сила отталкивания, которую она, в свою очередь, оказывает на положительную массу, заставляет последнюю убегать перед ней. Мы тогда получаем диаграмму изображения. Если две массы равны и противоположны, они обе ускоряются в одном направлении, сохраняя при этом расстояние между ними постоянным. Понятно, что это взаимодействие между частицами противоположных знаков нарушает принцип действия-противодействия. Если эти массы равны и противоположны, они претерпевают увеличение скорости с постоянным ускорением, в то время как энергия системы остается постоянной. Действительно, если кинетическая энергия положительной частицы положительна, энергия, приобретаемая отрицательной массой, отрицательна. Таким образом, мы сталкиваемся со вторым парадоксом. Скорость частиц увеличивается без каких-либо затрат энергии. Мы назвали это явление «run away». Это слово означает «убегать далеко». Тогда возникает вопрос, согласны ли мы интегрировать это явление в новую физику? Некоторым нравится, например, француз Габриэль Шардан. Затем он воображает, что эта отрицательная масса может быть изначальным антиматерией. Эта гипотеза предложена без какого-либо теоретического обоснования. Вместе с другим физиком, Релианом Бенуа Леви, он вернулся к идее, выдвинутую в 30-х годах Дираком и Мильном, которые постулируют, что плотности этих двух компонентов будут равны и противоположны, что даст общую нулевую плотность и, следовательно, нулевое гравитационное поле. Это дает расширение с постоянной скоростью без ускорения или замедления, что противоречит данным наблюдения 2011 года. В настоящее время в ЦЕРНИ проводятся эксперименты, чтобы попытаться увидеть, как антиматерия реагирует на гравитационное поле, создаваемое Землей. Эта антиматерия затем создается большим ускорителем частиц в ЦЕРНИ. Шардан надеется, что эта антиматерия упадет наверх. Подобно Шардана, Шардану и Бенуа Леви, англичанин Джейми Фарнс признает, что космологическая модель представляет это явление ранауэй. В этом безграничном ускорении он видит источник существования космических лучей. Используя тот факт, что отрицательные массы отталкивают друг друга и отталкивают материю, он в этом видит модель галактик, ограниченных средой отрицательной массы, что изменяет их кривые вращения. Фактически, разрыв в отрицательной массе с гравитационной точки зрения равен положительной массовой концентрации. Таким образом, разрыв в распределении отрицательной массы играет ту же роль, что и концентрация темной материи, и Фарнс восстанавливает плоскую форму клеевых вращения на расстоянии. В этих двух моделях, модели Шардена и Бенуалеви и модели Фарнса, принцип действия-противодействия остается нарушенным, когда мы рассматриваем взаимодействие двух масс противоположных знаков. Невозможно избежать этого парадокса, если мы будем придерживаться модели Эйнштайна, введенной столетия назад и основанной на его уравнении и соответствующей определенной концепции геометрии космоса. Можно ли представить себе модель, в которой принцип действия и противодействия не нарушается? Для этого было бы необходимо, чтобы частицы свидетелей, помещенные в данное гравитационное поле, создаваемое определенным распределением массы, положительной или отрицательной, реагировали по-разному в зависимости от их знака. Вернемся к уравнению Эйнштайна. Источник гравитационного поля находится во второй части уравнения. Реакция частицы свидетеля может быть прочитана из решения уравнения под образом метрической функции, по которой мы вычисляем траектории, что показали выше. Чтобы частицы свидетелей реагировали по-разному, гравитационное поле должно давать в первом члене два решения в виде двухметрических функций, которые затем генерируют два семейства различных кривок траектории. Это возможно, если рассматривать не одно уравнение, а систему двух связанных уравнений поля. Это было предусмотрено, среди прочих, космологом Тибо Дамуром, членом Парижской академии наук и профессором Институте от Зетюд Сиентифик, который затем создал эту систему двух связанных уравнений поля. Затем он рассматривает наиболее общее взаимодействие между двумя объектами, которые он обозначает как правый и левый. В его модели предполагается, что эти два объекта взаимодействуют через спектр гравитонов, наделенными массой. Но кроме постановки проблемы с чисто математической точки зрения, его эссей, к сожалению, не дает никаких ощутимых результатов. Эссей 2008 года, предлагаемый немкой Сабиным Хосенфелдер из Франкфургского института передовых наук, гораздо более сконструировано и приводит к законам взаимодействия. Смотреть рисунок. Как мы видим, положительная масса обозначается буквой Г, а отрицательная масса буквой H. Принцип действия-противодействия больше не нарушается, и взаимодействие между массами противоположных знаков соответствует антигравитации. Но помимо этого результата, он не предлагает ни реальной модели, ни каких-либо явлений, которые могут позволить проверить правильность его гипотез. В 2014 году Жан-Пьер Петти и Жиль Дагастини предложили в статье, опубликованной в журнале Astrophysics and Space Science, систему уравнения, очень близкую к ее собственной, но тут же сыграли на гипотезе полную асимметрию между двумя объектами. Своей космологической модели они также придают концептуальный смысл присутствию частиц отрицательной массы и, следовательно, отрицательной энергии. Их модель основана на двух отправных точках. Первая – это работа русского Андрея Сахарова, опубликованная в 1967 году. Мы знаем, что отсутствие наблюдения первичного антиматерии составляет один из величайших парадоксов космологии. Чтобы решить эту проблему, Сахаров воображает, что Вселенная состоит из двух аспектов, геометрически связанных с сингулярностью Большого Возрыва или Биг Банга. Это два пространства времени, связанных начальной сингулярностью. У обоих своя история. В том смысле, что он содержит смесь кварков и антикварков, которые вместе дают барионы и антибарионы. Барионы – суть протона и нейтрона. Антибарионы – суть антипротона и антинейтрона. Помните, что согласно стандартной модели барионы состоят из трех кварков. Все, все с положительной энергией. В то время, как антипротоны и антинейтроны состоят из трех антикварков, также имеющих положительную энергию. В каждом из этих аспектов или листов Вселенной изначально находим смесь кварков и антикварков. Итак, в том, что Сахаров называет двойными Вселенными, интенсивный синтез материи и антиматерии будет происходить с высокой скоростью из этих смесей кварков и антикварков. И это до тех пор, пока температура в этих средах достаточно для осуществления этих синтезов. Но есть пока кварки и антикварки будут носителями энергии. Достаточно для того, чтобы производить путем объединения частиц массы М, барионы и антибарионы, одинаковой массы, положительной, таким образом представляя энергию МС2. Когда температура падает, эти синтезы прекращаются и вступают в действие другой механизм. Анииляция пар материи-антиматерии, приводящая к возникновению фотонов. К тому времени, когда эти синтезы прекращаются, если синтезы частиц материи и антиматерии осуществлялись с одинаковой скоростью, Эти две популяции аннигилируют друг друга и остаются только фотоны. В нашей собственной Вселенной произошла интенсивная аннигиляция этих пар материи-антиматерии, которые дали началь фотонам, которые составляют фон излучения, температура излучения которого в настоящее время составляет 2,7 градуса Кельвина. Этих фотонов в миллиард раз больше, чем уцелевших частиц материи. Ключевая гипотеза Сахарова состоит в том, чтобы предположить, что в нашей Вселенной синтез материи и кварков был бы немного быстрее, чем синтез антиматерии и антиварков. Таким образом, когда эти синтезы прекращаются с понижением температуры, осталась бы одна частица материи на миллиарды, плюс антикварки, которые не могли объединиться, чтобы дать антиматерию, и это в соотношении 3 к 1. Из соображения симметрии Сахаров предлагает, что существует второй лист Вселенной, где, напротив, синтез антиматерии был бы быстрее, чем синтез материи. Таким образом, эта двойная Вселенная будет состоять из антиматерии и остатка кварков, целой будучи, очевидно, погружено в массу фотонов, возникающих в результаты аннигиляции. Затем Сахаров предполагает, что стрелы времени в этих двух близнецовых пространствах времени будут противоположны. Эта особая ситуация затем обретает смысл благодаря работе французского математики Жан-Мари Сурьо, который в 1970 году показал, что частицы, наделенные массой и положительной энергией, двигаясь против времени, фактически суть частицы, которые движутся в направлении прошлого, будущего, но наделенные отрицательной массой и отрицательной энергией. Другими словами, инверсия времени эквивалентна инверсии энергии и массы. Предложенная в 2014 году модель, названная моделью Януса, сводится к загибанию модели Сахарова, как показано на рисунке, за счет взаимодействия двух сторон. Почему Янус? Из-за инверсии времени римский бог Янус смотрит и в будущее, и в прошлое. Таким образом, эта модель Януса воплощает идею Андрея Сахарова, предлагая другую геометрическую конфигурацию. Материя с отрицательной массой просто заменяет эту близнецовую материю Андрея Сахарова. Мы просто уточнили его природу, как она влияет на гравитационное поле и как на него реагирует. Законы взаимодействия, соответствующие тому, что было описано выше. Вселенная Януса имеет два содержания. Одно сделано из материи положительной массы, а другое из антиматерии отрицательной массы. Это дополняется большим количеством фотонов с положительной энергией, возникающих в результате аннигиляции материи и антиматерии с положительной массой и фотонов с отрицательной энергией, возникающих в результате аннигиляции частиц материи и антиматерии отрицательной массы. Подробное представление этого видения из модели Януса можно найти в моем видео Януса номер 16 по этому адресу на французском языке с английскими субтитрами через 17 минут и 50 секунд. Вот соответствующее представление. К этому следует добавить антикварки с положительной энергией, которые не могут объединиться, чтобы дать антиматерию положительной массы, и кварки с отрицательной энергией, которые не могли объединиться в материю отрицательной массы. Сахаров придумал, что для того, чтобы не иметь возможности наблюдать эту антиматерию, близнецовой вселенной, вся вселенная находится в другом месте, и что ее единственной общей точкой является сингулярность большого взрыва или биг-банга. В модели Януса это ненаблюдение первичного антиматерии обрабатывается иначе. Частицы или античастицы с отрицательной массой сигнализируют о своем существовании, испуская фотоны отрицательной энергии, которые наши инструменты не могут уловить. Симметрично, если есть наблюдатели, состоящие из отрицательной массы и оснащенные подобными приборами, они не могут уловить фотоны положительной энергии, испускаемые нашей собственной материи. Для каждого из этих миров, положительного и отрицательного, другой мир не уловимый наблюдениями в области оптики. Эти два объекта взаимодействуют только посредством антигравитации, подчиняясь принципу действия-противодействия. Модель Януса не только объясняет отсутствие наблюдения изначальной антиматерии, воплощая идею Сахарова, но и дает полное описание этих невидимых компонентов, которым мы ошибочно даем название «темная материя» и «черная энергия». Эти два названия фактически означают одно и то же – антиматерию с отрицательной массой, компонентами которой являются антипротоны, антинейтроны и антиэлектроны с отрицательной массой. Значит, антиматерия не одна, а две. Существует космологическая антиматерия отрицательной массы, изначальная и невидимая. Но также и антиматерия с положительной массой, которая полностью исчезла, но которая мы воссоздаем в наших мощных ускорителях. Отсюда предсказание модели Януса – это антиматерия с положительной массой – будет вести себя, как обычная материя в гравитационном поле Земли и упадет вниз. В 1992 году модель Янус существовала в виде проекта. Его авторы Петти и Агостини просто проверили поведение смеси положительных и отрицательных масс, подчиняющихся этому партнеру, паттерну взаимодействия, удовлетворяющему принципу действия-противодействия. Затем они попытались увидеть, как смесь этих двух объектов ведет себя с равными и противоположными плотностями и одинаково равными и противоположными температурами, поскольку температура отрицательной среды отрицательна. Затем они увидели развитие явления совместной гравитационной нестабильности, вызывающие перколяцию, при которой две массы затем стремятся разделиться. В этом случае, если мы затем рассмотрели возможность отождествления одного из объектов с матерьей в нашей наблюдаемой Вселенной, это не соответствовало наблюдениям. Затем у них возникла идея ввести сильную диссимметрию между двумя популяциями, наделяя отрицательные массы гораздо большей плотностью. По-прежнему в перспективе двойной тенденции к гравитационной нестабильности, когда положительные массы имеют тенденцию собираться, а также отрицательные массы, в явлении, известном как аккреция. Зная, что характерные времена аккреции подобны величине, обратной квадратному корню плотности, было предсказано, что отрицательная масса будет самой быстрой, чтобы дать начало группе равномерно расположенных конгломератов. Это то, что их численное моделирование показало еще в 1994 году, когда материя была заключена в остаточном пространстве, что придавало ей лакунарный вид. И это соответствовало тому, что происходило в результаты наблюдения с огромными пустотами диаметром в 100 миллионов световых лет. Модель Януса затем предоставила объяснение такой крупномасштабной структуры с конгломератами отрицательной массы, невидимыми, находящимися в центре каждой из этих ячеек. В 2017 году появился результат огромной работы по инвентаризации и обработке наблюдений, охватывающей сотни тысяч галактик, находящихся в Кубе полтора миллиарда световых лет. Эта работа была представлена в престижном журнале Nature француженкой Элен Куртуа, израильтянином Еуди Хафман, канадцем Брент Тадли и французом Даниэлем Помередом. Мы знали с 30-х годов, что космос расширяется, и что если мы оценим скорости галактик по их красному смещению, или Redshift, мы получим поле скорости, соответствующей законам Хаббла, согласно которому скорость эвакуации пропорциональна расстоянию. Куртуа, Хафман, Тали и Померед поэтому начались измерения, проведенных на сотнях тысяч галактик путем вычитания поля Хаббла из этого поля скоростей удаления. Таким образом, они имели доступ к скоростям этих объектов по отношению к самому пространству. Они получили то, что уже было известно, а именно наличие центра аттрактора Шепли. Но обследование показало, что почти симметрично относительно точки наблюдения наша галактика, расположенная в центре Куба, представляет собой пустую зону. На краях этого региона галактики убегали, и они назвали этот регион великим отталкивающим. Это просто первое проявление существования. В центре О этой области конгломерата отрицательно невидимой массы. Теперь мы должны вспомнить явление гравитационного линзирования, выделенное еще в 1918 году англичанином Эллингтоном и подтвердившие теории Альберта Эйнштайна. Согласно модели Эйнштайна, фотоны чувствительны к гравитационному полю. Таким образом, положительная масса искривляет траекторию фотонов, как эта, что фокусирует этот свет и увеличивает видимую величину далеких источников, как конвергентная линза, концентрирующая световую энергию. Еще в 1995 году было показано, что отрицательная масса также может воздействовать на траектории фотонов положительной энергии, как дивергентная линза. Это проводит к снижению яркости удаленных источников. Таким образом, величина очень далеких источников галактик с сильным красным смещением, или Redshift, должна быть уменьшена из-за этого эффекта. И это тот, что наблюдается для галактик с красным смещением больше 7, которые считаются карликовыми галактиками. Хотя это полноразмерные галактики, свет которых частично дифрагирует при встрече и даже проходит через конгломераты отрицательной массы, которые он находит на своем пути. Поскольку частицы с положительной энергией взаимодействуют с этими конгломератами отрицательной массы, только антигравитационно фотоны с положительной энергией в частности, могут свободно проходить через них. Это уменьшение величины удаленных источников представляет собой второй аргумент в пользу модели Януса. В будущем большие космические телескопы позволят нам улавливать изображения в далекой инфракрасной области. В настоящее время космический телескоп Хаббла дает нам изображение. С более мощными телескопами галактики с сильным и красным смещением, или Redshift, должны наблюдаться как более плотные целые. И в этих условиях затухания, связанные с наличием великого отталкивателя, должно позволить оценить его диаметр. В общем, теоретикам сложно моделировать рождение галактик из-за гравитационной нестабильности. Эта нестабильность проявляется сразу после разделения, когда Вселенной 380 тысяч лет, а материя дейонизируется и перестает взаимодействовать с окружающим излучением. Эта материя затем имеет тенденцию собираться вместе из-за гравитационной нестабильности, обнаруженной англичанином Джеймсом Джинсом под феноменом аккреции, то есть сбора материи в комки. При этом эта материя нагревается, и силы давления, возникающие в результате этого нагрева внутри этих объектов, затем противостоят силе гравитации, которая, наоборот, стремится их конденсировать. Устанавливается ситуация равновесия, когда силы давления уравновешивают силы гравитации. Материя тогда недостаточно уплотнена и горяча, чтобы могла происходить термоядерная реакция. Для продолжения процесса конденсации объекты должны иметь возможность излучать эту термическую энергию. Количество удаляемой термической энергии пропорционально объему того, что будет рассматриваться как прото-звездой, объем подобной кубу диаметра объекта. Тепло, которое будет рассеиваться излучением от поверхности звезды, действующим как излучатель и имеющим площадь пропорциональную квадрату диаметра объекта. Таким образом, чем больше объект, тем дольше будет время его охлаждения. Его время охлаждения позволяющее создать в нем условия для синтеза. Конгломераты с отрицательной массой являются средоточием одного и того же процесса и излучают фотоны с отрицательной энергией в красном и инфракрасном спектре. Для наблюдателя с отрицательной массой, который мог бы улавливать фотоны отрицательной энергии, испускаемой этими объектами, эта отрицательная сторона Вселенной представлялась бы ему вот так. Но эти объекты настолько огромны, что время охлаждения cooling time оказывается больше, чем возраст Вселенной. Так что их можно рассматривать как огромных протозвезд, которые никогда не загорятся. Эти конгломераты состоят из антиводорода и антигелия с отрицательной массой, где не может происходить нуклеосинтез. Итак, в этом негативном мире нет ни звезд, ни атомов тяжелее гелия, ни планет. Следовательно, жизни отсутствует в этом мире отрицательных масс. Когда образуются конгломераты отрицательной массы, они забирают положительную массу в виде сэндвича в пластинах, которые таким образом сжимаются и нагреваются. Но эта геометрия, в отличие от сферических объектов, оптимальна для быстрого охлаждения, что увеличивает гравитационную нестабильность. Явление, которое, благодаря способностях современных компьютеров, могло бы составить интересную схему с формированием галактик. Было сказано, что материя принимает форму лакунарного распределения, сравнимую с непрерывными мыльными пузырями. Четыре из этих пузырей встречаются в одной точке, и именно в этих узлах будут располагаться скопления галактик. Эта схема соответствует наблюдению. Где бы ни образовывались галактики, отрицательная масса будет занимать все пространство между ними. В этих областях галактики занимают дыры с отрицательным распределением масс. Эти промежутки в отрицательном распределении массы создают гравитационное поле, эквивалентное тому, которое было бы создано этим положительным распределением массы. Таким образом, отрицательная масса обеспечивает сдерживание этих галактик, играя роль положительной массы, которую теоретики приписали темной материи. Кривые вращения будут выглядеть примерно так, как те, которые были представлены в 2001 году, Петти и Дагостини, и той, полученной Фаренсом в 2017 году. В 90-е годы численное моделирование, проведенное на компьютере Фредериком Декампом, начиная с объекта, вращающегося внутри зазора с отрицательной массой, привело к появлению спиралей с примечкой, полностью соответствует наблюдениям. Тогда как в моделировании, выполненном до сих пор, цифровые галактики быстро утратили свои рукава, эти сохраняли эту структуру в течение более 30 оборотов. Таким образом, динамическое трение с окружающей их отрицательной массой можно рассматривать как источник строения спиральных галактик. На кривой мы видим сильную потерю кинетического момента, когда эти объекты образуются, и видим, что после этого их эволюции становятся намного спокойнее. Фредерик Декан показал, что чем выше отрицательна массовая плотность, тем больше спиральные рукава имеют тенденцию складываться до проявления форм у рулевого колеса автомобиля, с которыми знакомы астрономы. Есть надежда, что исследователи воспользуются этой идеей для выполнения более сложных многонаселенных симуляций, используя таким образом эти механизмы формирования и эволюции галактик. Следовательно, положительная и отрицательная массы, как правило, исключают друг друга. В Солнечной системе преобладает положительная масса, а плотность отрицательной массы чрезвычайно мало, но не равна нулю. Таким образом, мы можем считать, что Солнце находится в центре сфероидальной вакансии, образованной в очно-разреженном распределении отрицательной массы. Такая лакуна создает очень слабую сдерживающую силу гравитации. Именно эта слабая сила ответственна за замедление, которое испытывает космические зонды Пионер-10 и Пионер-11. Это явление таким образом является дополнительным подтверждением модели Януса. С другой стороны, исследователи составили тот, что они считают карты распределения темной материи положительной массы. Для этого они использовали тот факт, что положительный эффект гравитационного линзирования имеет тенденцию искажать изображение галактик в азимутальном направлении, левая фигура. Отрицательно, массовое распределение, наоборот, вызывает радиальные деформации, как это было показано в 2013 году японцами Коки-Идзуми, Чизаки-Хагувара, Коки-Накальзима, Катао-Китамура и Хирики-Асада. Это позволило бы составить картографию отрицательной массы путем декодирования этого слабого линзирования. Таким образом, в 2011 году Перлмутер, Шмидт и Рис получили Нобелевскую премию за то, что показали, что расширение Вселенной не замедляется, а ускоряется. Таким образом, модели Фридмана, которые описывают замедление и расширение, не могут поэтому объяснить наблюдение. То же самое и с моделью Дирака-Мильна, которая пропагандирует Шардан и Бенуа-Леви, где расширение происходит линейным образом. Текущая модель, основное направление LCD-М показывает ускорение расширения, связанное с таинственной отталкивающей способностью пустоты. Затем кривая принимает экспотенциальную форму. Расширение приписываемое таинственной темной энергии отрицательной, преобладающей относительная важность, которая прелюстрирована на этой диаграмме. Доля, соответствующая наблюдаемой части Вселенной, затем падает до 4%. Януса также объясняет это ускорение космического расширения. В космической динамике преобладает отрицательное массовое содержание, соответствующее тому же проценту. Смотрите, пожалуйста, рисунок. Таким образом, геометрия соответствует индексу кривизны К сравняется с минус один. Модель Януса, в отличие от модели LCDM экспоненциального роста, предсказывает, что расширения имеют тенденцию к асимптоте, то есть, что размер Вселенной будет иметь тенденцию к линейному росту как функция времени. В 2018 году Жиль Дагустини сравнил модель с самыми последними данными наблюдения 700 сверхновых звезд типа 2А с отличным согласием. На рисунке непрерывная красная кривая соответствует модель Януса, а пунктирная кривая модели LCDM. Негативный мир также расширяется, но его движение замедляется. Форма его эволюции соответствует гиперболическому решению Фридмана с индексом кривизны КАС равняется с минус один, который также стремится к асимптоте. Но это относится к миру отрицательных масс и не подвергается прямому наблюдению. Это факт, что сегодня многие космологи, астрофизики и физики-теоретики сосредотачивают свои исследования на теоретических построениях, которые в остальном являются весьма спекулятивными, которые в конечном итоге теряют всякую связь с любой реальностью наблюдаемой. Примеры. Теория струн и идея мультивселенной. Наоборот, модель Януса измеревается, намеревается укорениться на этих наблюдательных фактах. Теперь мы обратимся к другому аспекту наблюдения чрезвычайной однородности ранней вселенной. Как эта информация попала к нам? Когда информация приходит к нам из все более отдаленных областей вселенной, она также исходит из все более отдаленного прошлого. Сообщение из-за космического расширения претерпевает все более выраженное красное смещение или redshift. Прогресс астрономии отражает это двойное погружение в расстояние и время. При выходе из области Виннивого сначала нужно совместить астрономию в инфракрасном диапазоне, что представляет собой первую техническую трудность, которую необходимо решать с помощью космических телескопов. За инфракрасного и дальнего инфракрасного мы входим в область радиоволн с частотами например сантиметрами. Получение изображения на таких длинных волн отправляет нас в чрезвычайно далекое прошлое Вселенной. С таким окном длин волн свет излучаемый звездами и галактиками больше не улавливается. Такое устройство размещено на борту спутника СОВЭ запущенного в 1989 году дает нам вид Вселенной когда ей было 380 тысяч лет. Это лицо которое Вселенная представляет нам в настоящее время. Вы привыкли к другому изображению к этому на котором есть неоднородности. Но их можно было получить только путем искусственного увеличения контраста с помощью компьютера. Настоящее лицо Вселенной в то время было таким. О неоднородностях мы позаботимся позже. А пока сосредоточимся на этом новом факте наблюдения чрезвычайной однородности ранной Вселенной с точностью до стотысячной. В космологии ранная Вселенная то есть когда ей было менее 380 тысяч лет считается газом. Точнее как пласма поскольку ее температура в этом случае превышает 3000 градусов. Поэтому водород который в основном его составляет полностью ионизирован. Важно уточнить и объяснить почему мы не можем получить прямые измерения информацию относящуюся к этой равной фазе. Действительно наша единственная информация передается светом электромагнитным излучением на всех частотах то есть фотонами. Им удается пройти 13 миллиардов световых лет не взаимодействуя с атомами которые они пересекают на своем пути. Таким образом с этой точки зрения Вселенная чрезвычайно мало нагромождена и прозрачна. Но когда мы хотим зафиксировать сообщение отправленное материи до возраста 380 тысяч лет это уже невозможно. Потому что фотоны тогда сильно взаимодействуют с материей в основном со свободными электронами в космической плазме. То что появляется после каждого столкновения больше не является исходным сообщением а передается другим фотонам который повторно излучается после поглощения первого. Это немного похоже на посланника который не имея возможности доставить свое сообщение в нужное место видеть его скопированным на каждом этапе с ошибками каллиграфии. Таким образом когда сообщение благополучно доставляется после такого каотического путешествия оно становится полностью зашифрованным и неразборчивым. Информация относящаяся к этому первомытному состоянию Вселенной на данный момент сводится к трем данным которые указывают нам что в прошлом температура космической печи была намного выше есть то что возникает из содержимого Вселенной если исключить то что образовало звезды и планеты помимо водорода мы также найдем 25% гелия его присутствие является признаком изначального нуклеосинтеза при котором ядра водорода сливались вместе давая гелия для того чтобы это было возможно температура в космической печи должна быть сопоставима с температурой взрыва термоядерного устройства в более раннее время это считается доказательством того что Вселенная ранее испытывала такую температуру затем мы видим существование того что можно считать пеплом другой космической реакции это очень много фотонов которые составляют так называемый фассильный радиационный фон космологическая модель предложенная Эйнштайном была основана на данных наблюдений которые ньютоновская модель не могла объяснить продвижение перигелия меркурия описание Вселенной его уравнением отражает это так как это основа эффекта гравитационной линзы впоследствии нестационарные решения найденные русским Фридманом позволили объяснить еще один факт наблюдения космическое расширение обнаруженное Эдвином Хаббелом из этого нового видения мира следует важный момент колыбания представленные фотонами составляют паутину пустоты самого пространства в результате эти фотоны расширяются с той же скоростью что и само пространство это другая сторона явления красного смещения или редшифт в 1965 пензиас и уилсон открыли изотропное излучение соответствующей температуре печи 207 градусов кельвина что соответствует длине волны в полсантиметра это излучение на самом деле соответствует явлению происходящему в первой сотой секунды соответствующему гамму излучению возникающему в результате аннигиляции пар материя антиматерия из-за космического расширения измерения этого излучения в настоящий момент соответствует этим радиоволнам сантиметровой длины волны хотя у нас нет прямого доступа к этому явлению массивной аннигиляции пар материя антиматерия гораздо раньше чем барьер 380 тысяч лет наблюдение существования этого пепла позволяет нам сделать вывод что это явление имело место попутно обратите внимание что в это время температура космической смеси есть сотни миллиардов градусов а возраст вселенной есть одну сотую секунду именно на основе этого наблюдения мы можем сделать вывод об истории вселенной от одной сотой доли секунду до 380 тысяч лет но как заметил лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг в своей книге первые 3 минуты все что было сказано и написано в истории вселенной до этой первой сотой доли секунды остается чистая спекуляция и не основанная на каких-либо наблюдательных факторах подведем итоги что мы можем сделать из прошлого вселенной из наблюдений когда вселенной 380 тысяч лет ее температура составляет 3000 градусов кельвина впоследствии среда дионизируется в 1989 году мы обнаружили что это излучение очень однородно с точностью до сотых тысячных долей вопрос о его очень малых неоднородностях будет рассмотрен позже когда вселенной одна минута ее температура составляет порядка миллиарда градусов происходит первичный нуклеосинтез в результате которого возникает гелия 4 ядра водорода дают начало атому гелия именно понижение температуры останавливает эту реакцию синтеза и предотвращает полное превращение содержимого вселенной в гелии в результате массовое содержание вселенной составляет 75 процентов водорода и 25 процентов гелия в прошлом когда возраст вселенной составлял одну сотую секунды температура достигала нескольких сотен миллиардов градусов позже когда эта температура падает и столкновения между фотонами больше не могут образовывать пары материя антиматерия происходит фантастическая аннигиляция этих пар фасильное излучение это след доказывающий что это явление произошло за пределами этой сотой доли секунды давайте иметь ввиду что тогда все состоит из предположений не основанных на каких-либо наблюдательных фактах теперь мы сосредоточимся на этом факте наблюдения то есть крайняя однородность ранней вселенной к однородности необходимо ввести то что во всех областях вселенной доступных для наблюдения обнаруживается до сто тысячных одинаковые значения плотности и температуры для того чтобы газ мог представить себя как таковой его различные области должны иметь возможность обмениваться импульсом и кинетической энергией при столкновении его элементов друг с другом возникает парадокс чтобы две соседние частицы могли обмениваться чем-либо это может происходить только благодаря взаимодействию электромагнитного характера то есть с помощью фотонов теперь если мы рассмотрим скорость света как абсолютную константу когда мы вернемся во времени мы получим условия при которых частицы удаляются друг от друга со скоростью больше чем скорость света поскольку мы стремимся к мгновенному нулю эта скорость стремится даже к бесконечности на этой кривой мы читаем что через определенное время электромагнитная волна испускаемая частицей в нулевой момент времени достигнет своего соседа раньше эволюция вселенной происходила без возможности взаимодействия ее элементов друг с другом представьте себе деревни расположенные на раздувающейся планете таким образом расстояние между двумя соседними деревнями со временем увеличится каждая деревня отправляет всадника с сообщением но скорость всадника ниже чем скорость с которой деревни удаляются друг от друга из-за расширения планеты удивительно но несмотря на это явление жители этих деревень говорят на одном языке и имеют одни и те же обычаи хотя они никогда не обменялись ни словом сфера представляющая собой распространение электромагнитной волны излучаемой из любой точки в момент ноль называется космологическим горизонтом этот парадокс проистекающий из однородности ранней вселенной является парадоксом горизонта в 1989 году россиянин Андрей Линде предложил разрешить эту загадку намеком что вселенная испытала расширение неслыханной жестокости при t равно в равном 10 минус 33 секунду а затем расширилась в 10 раз в 26 один с 26 нулями теория получившая тогда название инфляции ответственность за такое расширение тогда будет у поля созданным загадочным и гипотетическим частицами которым мы дали название инфлатоны которые в конце этой фазы инфляции чудесным образом превратятся в кваркви и антикварки но никому не удалось создать инфлатонную модель описывающую процесс с помощью которого эти частицы могут превращаться в пары кварков и антикварков единственное оправдание такой тяжелой гипотезы состоит в том что она согласуется с единственными доступными данными наблюдения а именно с этой крайней однородностью ранней вселенной эта пседотеория была частью стандартной модели в течение 30 лет потому что другой не было найдено космологическая модель Януса предлагает другое объяснение чтобы разрешить этот парадокс горизонта достаточно рассмотреть изменение скорости света с течением времени которое в прошлом было выше если бы тогда изменение космологического горизонта с этой варьирующей скоростью света могло следовать за явлением космического расширения с той же скоростью проблема была бы решена это обеспечило бы однородность вселенной во все времена во время большого взрыва или биг банга скорость света просто имела бесконечное значение но такое изменение скорости света сразу же порождает всевозможные проблемы теоретической физики многие физические явления предсказываемые уравнениями и в которых принимают участие характерные величины включая скорость света больше не могли происходить удовлетворительно тем не менее еще в 1988 году в журнале высокого уровня Modern Physics Letters A французский астрофизик Жан-Пьер Петти представил схему на которой изменялась не только скорость света но и совместно все константы физики этих основных констант нашей физики очень мало у нас есть c скорость света h постоянная планка g постоянно гравитационной силы e элементарный электрический заряд m элементарная масса мю зеро мю ноль магнитная проницаемость вакуума из этого вытекают другие константы возьмем к примеру диэлектрическую проницаемость вакуума эпсилон ноль она выводится из магнитной проницаемости и скорости света через соотношение c равно единице на корень эпсилон ноль мю ноль следовательно существует связь между этими тремя константами если мы дадим себе значение двух из них сразу же выведется третье были ли другие попытки основанные на изменении скорости света да канадец мафат в 1992 году и португалец магуэйо в 1998 году но очень быстро все столкнулись с неуправляемыми последствиями связанные с вариациями c то есть скорость света но с 1998 году то есть в течение 32 года докажется никто не принимал эту идею совместных вариаций всех физических констант из-за непонимания как заставить нашу физику адаптироваться к изменениям констант все просто все что нужно это соединить это с инвариантностью всех уравнений физики что это за уравнение опять же их число конечное у нас есть для кантовой механики уравнение Шредингера уравнение общей теории относительности то есть уравнение поля Эйнштейна уравнение механики жидкостей уравнение Больцмана уравнение электромагнетизма то есть уравнение Максвера кто-то скажет а как насчет пяти уравнений механики жидкостей на Вестокса которые переводят закон сохранения массы количества движения и энергии Специалист по кинетической теории газов, в том числе и я, скажет вам, что эти пять уравнений выводятся из уравнения Больцмана. Любимый предмет французского математика Сердика Вилани, который получил медаль фильтра за работу над этим уравнением, но, к сожалению, отказался от математики в пользу политики. Эти уравнения содержат рассматриваемые константы, но также включают пространственные переменные и переменную времени. Чтобы гарантировать инвариантность уравнений, эти величины также необходимо будет варьировать. Физики-теоретики это называют калибровочные вариации, Gauss Variations. Мы добавим два масштабных коэффициента. Один мы обозначим буквой R для пространственных переменных, а другой обозначим буквой T для временной переменной. Следовательно, мы должны рассматривать совместные вариации этих величин, соответствующие универсальному закону обопущенной калибровки, который является фундаментальным свойством нашей физики. Подробности установления этого обобщенного калибровочного соотношения можно найти в статье, которую я опубликовал в журнале Astrophysics and Space Science в 1995 году. Схема расчета также приведена в приложении к комиксу Faster Than Light – Быстрее света. Это альбом, который вы можете бесплатно скачать на своем языке, перейдя на сайт «Знания без границ» или «Savoir sans frontières». Поскольку все эти величины связаны, достаточно выбрать одно из них в качестве ведущего параметра, чтобы получить все остальные в соответствии с этим последним. Давайте выберем крупномасштабный фактор R, рост которого, как мы знаем, будет отражать космическую эволюцию от нуля. Мы находим, что скорость света изменяется на единицу над квадратного корня из R. Постоянная планка H изменяется как R в степени трех половинных. Постоянная гравитационная сила G изменяется как единицу над R. Элементарный электрический заряд изменяется как корень из R. Элементарная масса как R. Магнитная проницаемость вакуума также изменяется как R. Вы можете сделать вывод, что диэлектрическая проницаемость нулевого эпсилон в вакууме ведет себя как абсолютное постоянное. К этому нужно добавить калибровочное изменение временного фактора T, который затем изменяется как R в степени трех половин. Благодаря этому мы можем вычислить эволюцию космического горизонта со скоростью бесконечной VT0, которая затем уменьшается по закону единицы над корнем из R. Тогда обнаруживаем, что этот горизонт меняется как R, что и хотели. Таким образом, однородность Вселенной гарантируется во всех масштабах, и нам больше не нужны инфлатоны, и это тяжелое предположение об инфляции. Для справки, именно физик-теоретик Алан Гют первым предложил идею инфляции в 1979 году. Согласно описанию поведения примитивной Вселенной в моде того времени, она должна была дать начало магнитным монополиям, которые похожи на маленькие магниты с северным полюсом, но без полюса юг или наоборот. Следует отметить, что эти описания соответствуют всему, что упоминается. Когда кто-то пытается вернуться в прошлое за пределы первой сотой доли секунды, так как сие есть полностью сперкулятивный и проблемный подход, лишенный последовательной наблюдательной основании. По Гюта, эта идея инфляции может быть оправдана тем, что существование таких монополисов не наблюдалось. По этому поводу английский астрофизик Мартин Рис добавляет, скептики относительно этой экзотической физики могут быть не очень впечатлены этим аргументом, который объясняет отсутствие частиц, которые все же остаются гипотетическими. Профилактическая медицина быстро признается стопроцентно эффективной против болезни, которая никогда не наблюдалась. Есть еще один аспект, на котором основана теория инфляции. Идея о том, что сегодня Вселенная геометрически плоская и не имеет кривизны. Это не локальное измерение кривизны, а выводится из модели, в которой скорость света постоянно. Этот аргумент падает с переменной скоростью света. И вот опять явились мы с эволюцией примитивной Вселенной, которая происходит таким образом, что уравнения физики остаются неизменными. Затем мы можем попытаться представить устройство, которое позволит нам проявить эти варьирования констант. Но построенное с помощью тех же уравнений, оно будет выводиться, можно сказать, параллельно с этими константами, которые предполагает измерять. Экспериментатор или наблюдатель тогда похожий на человека, который, будучи помещенным в комнату с повышающейся температурой, как показывает термометр, висящий на стене этой комнаты, хотел бы проявить расширение железного стола измерением с помощью линейки из того же металла. Ну, тогда что можно наблюдать? Все очень просто. Все сводится к однородности среды. Однако есть серьезная проблема. Действительно, эта постоянно изменяющаяся эволюция имеет особенность сохранения энергии во всех ее формах. Добавим попутно, что все характерные длины меняются как R, и что все характерные времена меняются как T. Однако явление красного смещения, или Redshift, основано на измерении потерь энергии фотонов во время их путешествия, что на схеме с абсолютными константами связано с тем фактом, что их длина волны одновременно расширяется как R. Энергия E равна H на λ. Рассчитайте, H, латинская буква, меняется как R в степени трех половин. С меняется как 1 на корне R. λ меняется как R. В результате изменения задействованных констант получаем в сохранении этой энергии. Если бы этот постоянно меняющийся импульс продолжился сегодня, наблюдение не показало бы никакого красного смещения, или Redshift. Следовательно, мы должны рассмотреть сценарий, в котором эти константы меняются в примитивную эпоху, что приводит к однородности Вселенной. Но где эта эпоха приводит к стабилизации констант? Вопрос. Когда произойдет переход, смена режима? В квантовой механике частицы уподавляются пакетами волн, которые имеют определенное распространение в пространстве. Представьте среду, состоящую из атомов водорода, состоящих из одного электрона, вращающегося вокруг одного протона. Хотя это представление является упрощенным, поскольку на самом деле этот электрон не может быть локализован на предполагаемой траектории, мы можем вычислить радиус этой орбиты, написав, что сантробежная сила, действующая на электрон, компенсируется за счет ньютоновской силы электростатического притяжения, оказываемого на него положительно зараженным протоном. Затем мы получаем радиус этого атома водорода, также называемый радиусом Бора, который равен половине ангстройма, то есть 5,10 и минус 11 метров. Скорость вращения этого электронного куруг ядра, которую можно суммировать как протон, составляет порядка 2000 км в секунду. Это на два порядка меньше, чем у света. Волна, связанная с существованием этого электрона как объекта, вращающегося вокруг этого протона, соответствует длине волны Дебройля, аж над МВ, где М – масса электрона, а В – орбитальная скорость. Как правило, длина Дебройля равна диаметру атомов. Для существования атомов должно быть достаточное место для волн, соответствующих различным состояниям. Когда плотность в определенной среде становится настолько высокой, что пространство, доступное для каждого из ее компонентов, становится слишком маленьким для них, представьте себе нейтронную звезду. Чтобы вместить характерную для них волнистость, плотность ее компонентов, они просто перестают существовать. Увеличивается по мере того, как мы углубляемся в нее, слоем железа одного метра толщины. Считается, что поверхность нейтронных звезд образована слоем. На ее поверхности есть еще достаточно места, чтобы материя была в виде атомных ядер. Углубляясь в звезду, там недостаточно места для существования атомов. Затем они разрушаются, и тогда материя принимает форму плазмы, состоящей из протонов и электронов, смешанных с нейтронами. Длина волны, связанная с существованием свободных частиц, тогда называется комптоновской длиной волны, которая равна hh над m, что умножается с. Оно меняется, как величина обратной массы. Если эту длину волны можно уподобить размеру частиц, той части пространства, которые они занимают, то электрон в 1850 раз больше, чем протон и нейтрон, поскольку его масса в 1850 раз меньше. Для существования электрона, чтобы приспособиться к его волновой функции, ему потребуется в 1850 раз больше места, чем для обеспечения существования протонов и нейтронов. Итак, когда мы войдем в нейтронную звезду, электроны в конечном итоге исчезнут, объединяясь с протонами, давая нейтроны, образуя сердце звезды. Когда мы возвращаемся к прошлой Вселенной, плотность космической среды также увеличивается. Но все происходит не так, потому что протоны, нейтроны и электроны купаются в среде фотонов, которые в миллиард раз больше. Космическая жидкость состоит из того, что называется энергия материи, которая имеет форму масс протонов, нейтронов, электронов и излучения. Встречаем сначала фазу непосредственно до судьбоносных 380 тысяч лет, где энергия является в основном в виде излучения. Фактически, чем дальше мы идем назад, тем больше энергии представляют фотоны, поскольку их длина волны изменяется в зависимости от расширения Вселенной R. Наступает время, когда даже самые массивные частицы в смеси больше не могут существовать, поскольку расстояние между ними становится меньше их комптоновского расстояния. Кроме того, расстояние комптона должно быть уменьшено. Затем мы переходим в этот режим с переменными константами, где эта комптоновская длина изменяется как R. Изменим направление этой истории. Когда плотность очень высокая, эволюция происходит в режиме переменных констант. Через некоторое время расстояние между элементами становится достаточным, и константы асимптотически приобретают те значения, которые мы знаем их сегодня. Это соответствует кривым на рисунке. Попутно заметим, что во время большого взрыва или биг-банга скорость света и гравитационная постоянная или константа стремятся к бесконечности. И наоборот, постоянная планка, элементарный электрический заряд, массы, магнитная проницаемость вакуума стремятся к нулю. Как мы уже сказали, в космологической модели Януса мы всегда начинаем с данных наблюдений. Таким образом, это моделирование с режимом переменных констант было введено в примитивную фазу для учета крайней однородности Вселенной, что позволяет нам обойтись без этой гипотезы существования инфлатонов, всегда полагаясь на совместные решения системы, связанных с уравнением поля Янус. Итак, мы получаем две параллельные истории. Первой, кто осветил эту тему параллельных историй, является немка Сабина Хосенфелдер в своей статье 2008 года. Следовательно, есть две разные истории, в зависимости от того, наблюдают ли наблюдатели явления, состоящие из положительной массы или отрицательной массы. Это напоминает знаменитый миф о пещере Платона, но где у нас были бы два наблюдателя, смотрящие в двух разных направлениях. Итак, они видят на двух разных частях стены пещеры танцующие тени, представляющие две разных сцен, исходящие от одной и той же проекционной системы. Очевидно, что эту двойную эволюцию трудно понять. Наблюдатель, состоящий из положительных масс, видит только галактики, образующие лакунарную структуру материи. Для него Вселенная быстро расширяется. У него определенно восприятие расстояния, которое соответствует коэффициенту масштабирования R+. Для него любое движение ограничено световой скоростью C+. Ему кажется, что мир населен звездами, планетами и множеством атомов и молекул. По физике, построенной из констант C+, H+, G+, E+, M+, и Mu0+. Есть даже живые существа. Этот наблюдатель оценивает возраст Вселенной со значением T+. Тогда поле его наблюдения ограничено космологическим горизонтом большой H, как латинская буква, большой H+, ограниченного объема. Наблюдатель, состоящий из отрицательной массы, видит только регулярное распределение сфероидальных объектов с размытыми очертаниями, излучающих в красном и инфракрасном спектре. С его точки зрения, на мир существуют только антиатомы водорода и гелия. Нет звезд, планет или галактик. Его негативный мир расширяется, замедляясь. Этот наблюдатель, состоящий из отрицательных масс, оценивает расстояние с масштабным фактором R-, скорости там ограничены значением скорости света C-, состоящего из фотонов отрицательной энергии. Физика этих отрицательных масс подчиняется той же системе уравнения, снабженной константами C-, H-, G-, E-, M-, и M0-, Он оценивает возраст Вселенной как значение T-. В этом негативном мире также есть космологический горизонт большой H-, который также имеет конечную протяженность. Думая, вы поняли одну вещь. Именно это глубокая асимметрия, которая существует между этими двумя сторонами Вселенной, ее положительная сторона и ее отрицательная сторона. В космологии давно введена идея внешнего вида вещей пространства и времени с неразрывной связи между наблюдаемого и понятием наблюдателя. Мы условно употребляем выражение «лик Вселенной». «Лик» значит «лицо». Вселенная представляет нам два разных лица. Вот почему удачно выбрано название «Вселенная Януса». Но вместо этого изображения мы должны представить себе что-то вроде этого. Космологическая модель Януса единственная, которая основана на этой глубокой асимметрии между миром положительных масс и миром отрицательных масс. Идея, мимо которой Сабина Хосенфельдер полностью прошла. Это причина, по которой она не смогла дальше пойти после ее попытки 2008 года. Но откуда такая асимметрия? Сразу после Большого взрыва или Биг Банга две Вселенные развиваются с одним и тем же набором варьирующих констант. C, H, G, E, M, μ0. Но такая Вселенная с переменными константами крайне нестабильна. Затем эти два мира экспоненциально расходятся и создаются два набора параметров, относящиеся к этим двум мирам, положительному и отрицательному, которые различаются на всех уровнях. Это та же физика с тем же набором из самых уравнений, но с разными константами и масштабными факторами расстояния и времени. Времена T плюс и T минус различны, шкалы расстояния R плюс и R минус различны, скорости света C плюс и C минус различны, плотность материи ρ плюс и ρ минус различны. На основе наблюдательных аспектов, таких как крупномасштабная структура, структура галактик, ускорение космического расширения, эффекты гравитационной линзы, мы смогли оценить эту разницу и увидели, что положительные массы составляли только 4%, в то время как вклад отрицательных масс составлял 95%. В этой двойной эволюции все взаимосвязано. Таким образом, соотношение скоростей света C плюс к C минус равно соотношению квадратного корня из соотношения r минус к r плюс. Таким образом, мы знаем, что относительно заданного пути между двумя точками А и Б Вселенной есть два разных пути, в зависимости от того, проходит ли этот путь объект, состоящий из положительной массы или объект отрицательной массы. Вы знаете, что в космологии Вселенная считается четырехмерной гиперповерхностью. Возьмем аналогию с этой гиперповерхностью. Вот у меня двухмерная поверхность. Эта поверхность имеет переднюю и заднюю части. Здесь я изобразил две разные точки на этой поверхности. Эти точки А и Б находятся как спереди, так и сзади. Итак, есть два способа соединить их, в зависимости от того, рисуете ли вы сегмент спереди или сзади. Здесь я показал этот маршрут спереди красной линией. Путь на обратной стороне будет обозначен синей линией. Теперь, если я хочу измерить длину поверхности, мне придется использовать градуированную линейку. Благодаря этому я нарисую две разные сетки. Спереди и сзади. И это то, что оно мне даст. Спереди между А и Б у меня восемнадцать градаций. Итак, длина восемнадцать. Однако, на спине у меня их три. Я сделал вывод, что расстояние А, Б, измеренное с одной стороны, равно восемнадцать, а с другой три. Итак, на другой стороне расстояние в шесть раз меньше. Вернемся к нашему образу мифа о пещере. Вы помните, что есть две фигуры, смотрящие в тенях в двух разных частях пещеры. Вот одна из картинок. А вот другая. Здесь вы спрашиваете, что это за проекционное устройство. Я вам это покажу. Вот и все. Перейдем к нашей черехмерной гиперповерхности. Пройденное расстояние находится в отношении r плюс к r минус. Мы знаем, что расстояние, пройденное на отрицательном склоне, намного короче. На этих путях скорости ограничены скоростью света. Это разное. Мы знаем, что c минус выше, чем c плюс, в силу калибровочного соотношения с минус над c плюс, равно корню из r плюс над r минус. Мы собираемся использовать данные наблюдения, чтобы оценить все это, и мы будем основываться на анализе очень слабых флуктуаций, присутствующих в фоне фассильного космологического излучения. И здесь интерпретация, которую мы собираемся дать, будет полностью отличаться от того, что модно в научном сообществе. Существует явление, впервые описанное английским астрофизиком Джеймсом Джинсом, называемое гравитационной нестабильностью. Это явление, которое заставляет материю спонтанно образовывать комки, разделенные средним расстоянием, известным как длина джинса. Для этого я отсылаю вас к одному из моих альбомов, который можно бесплатно скачать с моего сайта Savoir Sans Frontières, то есть знания без границ. Вот этот адрес моего веб-сайта, где вы можете бесплатно скачать все мои альбомы в переводах на 40 языков. Объяснение гравитационной нестабильности можно найти на странице 12 моего альбома «Тысяча миллиардов солнц». Здесь по-французски, на испанском, на итальянском, на русском, на английском, на арабском, на чешском и так далее. В принципе, предполагается, что гравитационная нестабильность касается только материи. Но на самом деле то, что концентрируется в виде комков, это энергия, будь то в форме материи или излучения. В уравнении Яйнштайна черным по белым написано, фотоны вносят вклад в гравитационное поле через свою эквивалентную гравитационную массу mφ равно hν на c квадрат. Если в какой-то области космоса была концентрация энергии в виде излучения, и если эта концентрация продолжится, тогда это было бы выражением проявления гравитационной неустойчивости поле излучения. Никто никогда не допускал такой возможности. Причина просто. Соответствующая длина джинса, по которой будут падать флуктуации, тогда будет отождественна с космологическим горизонтом большой h+. Такие колебания были бы вне наших возможностей наблюдения. Эти колебания поля излучения происходят и в негативном мире. И там их наблюдение также было бы доступно для наблюдателя, состоящего из отрицательной массы, так как они были бы расположены за его собственным космологическим горизонтом h-, h как латинская буква. Но оказывается, что h- меньше, чем h+. Поскольку две стороны Вселенной, ее периодная и задняя, взаимодействуют посредством гравитации, эти колебания поля излучения, происходящие в отрицательном мире с длиной волны h-, вызывают слабый отклик в позитивном мире. Это наша интерпретация колебаний, наблюдаемых в фасильной радиации. Если колебания негативного мира отражаются в позитивном мире, давая свой отпечаток, обратное неверно. Поле излучения внутри небольшой сферы горизонта совершенно однородно. Эти колебания происходят, когда Вселенная находится в своем исходном состоянии, в фазе варьирующих констант. За горизонтом набор параметров c, h, g, e, m, m, 0, поэтому колеблятся. Именно интуиция такого рода явления породила концепцию детской Вселенной. Таким образом, у нас есть ряд Вселенных, наделенных своими собственными наборами констант, но которые будут регулироваться одним и тем же набором уравнений. Шрёдингер, уравнение Поля, Айнштейна, Бальцмана, Максвейла. Эти колебания, вероятно, также имеют ограниченную величину, хотя мы не можем проводить наблюдения за этими соседними Вселенными. Следовательно, они в принципе знали бы похожие истории с рождением галактик, звезд, планет, атомов, с одной и той же таблицы Манделеева от одной младенческой Вселенной к другой. Это видение отходит от идеи обильной бесконечности Вселенных, где все было бы возможно, вообразимо, что привлекает сегодня многих космологов. Тем не менее, эти флюктуации относятся к ранней Вселенной, когда космологические горизонты H+, и H-, растут подобно масштабным факторам R+, и R-, Измерение характерной длины волны флюктуации дает нам доступ к соотношению масштабных факторов R+, над R-, которые в этом случае есть порядка сотни. Мы делаем вывод, что соотношение скоростей света S- над S+, или C- над C+, равен корню из R+, над R-, порядок десяти. Итак, если скорость света на нашей стороне Вселенной составляет 300 тысяч километров в секунду, то на ее отрицательной стороне она составляет порядка 3 миллионов километров в секунду. Если у нас когда-нибудь будет метод, который позволит нам изменить массу транспортного средства и находящихся в нем людей, эти данные позволят нам путешествовать через этот отрицательный мир к другим системам ближайших звезд за время в тысячу раз короче, чем если бы мы шли по положительной стороне Вселенной. Поскольку объекты с отрицательной массой невидимы для положительных наблюдателей, когда такой гнев выполняет инверсию своей массы, он, кажется, дематериализируется на их глазах. В конце путешествия новая инверсия масс позволит кораблю снова принадлежать положительной Вселенной, к которой мы принадлежим. Наблюдателю это могло показаться внезапным появлением из ничего. До сих пор мы всегда связывали наши теоретические разработки с данными наблюдения, для которых они были отправной точкой. Перейдем к спекулятивным аспектам времени. В космологии удивительно то, что поскольку свету требуется много времени, чтобы достичь нас, любое наблюдение немедленно дает нам доступ в прошлое. Благодаря этому мы можем вернуться в те времена, когда Вселенной было 380 тысяч лет. Как мы уже указывали, невозможно получить информацию непосредственно из более ранней эпохи. Мы можем только попытаться гипотетически реконструировать это более далекое прошлое, основываясь на имеющихся остатках фасильного излучения и 25% массового содержания Вселенной в форме гелия. Но, как указал Вайнберг, написание космического сценария до первой сотой доли секунды остается как никогда случайным. На самом деле мы не знаем, из чего была сделана Вселенная в то время. Можно только представить, что возвращается еще дальше в прошлое, температура продолжает расти. Это повышение температуры является синонимом увеличения скорости теплого перемешивания компонентов. Таким образом, один из способов приблизиться к этой реконструкции прошлого было увеличение скорости частиц во время экспериментов, проводимых на ускорителях частиц. Нетрудно оценить энергию, необходимую для того, чтобы появилась частица массы М. Просто положись на отношения МС2 сравняется с КТ, где М – масса частица, С – скорость света, Т – абсолютная температура, а К – константа Бальцмана. Для антипротона эта температура составляет около 10 триллионов градусов, но мы обычно переводим эту температуру в электрон-вольт, и это дает мне 1 мВ над мВ миллион электрон-вольт. Таким образом, в 1955 году стало возможным создавать антипротоны в большом ускорителе в Беркли. Ничто не мешает нам учитывать энергии, а значит и более высокие температуры. Имея в виду, что в ускорителе частиц мы восстанавливаем только теплую скорость перемешивания газа, доведенного до абсолютной температуры Т, но не его плотность. В коллайдере ЦЕРН – это энергия и эквивалентная температура – доведена до 7 терра электрон-вольт. Тера означает «чудовищный». По температуре это 70 миллиардов миллионов градусов – фигура, которая больше не разговаривает с воображением, которые должны были представлять содержимое Вселенной. Это должно было сделать возможным материализацией новых частиц, когда она была доведена до такой температуры. Эти эксперименты должны были выявить то, что было названо суперчастицами, возникшие в результате расширения классической теории, называемой суперсимметрией. Но эти эксперименты закончились полным провалом. Следовательно, это подтверждает точку зрения Вайнберга. Описание Вселенной до первой сотой доли секунды до сих пор остается загадкой. Также проблематично говорить о времени. Как уже было сказано, абсолютная температура газовой среды – это не что иное, как измерение кинетической энергии теплого перемешивания ее компонентов. Когда эта температура повышается, скорость компонентов в конечном итоге приближается к скорости света. Однако мы знаем, что когда скорость объектов приближается к скорости света, время, привязанное к ним, имеет тенденцию заморозить. Из каких материалов можно сделать часы в этих условиях? А если эта концепция часов станет невозможной, какой физический смысл можно придать времени? Что есть время? Для нас минута – это время, за которое секундная стрелка наших наручных часов совершает круг. Час – это время, которое проходит, когда маленькая стрелка этих наручных часов также совершает круг. Один день – это круг вокруг Земли. Год – это круг Земли вокруг Солнца. Другими словами, время – это угол, он измеряется количеством оборотов. Затем мы можем представить себе концептуальные часы, которые будут сформированы из двух масс, вращающихся вокруг их общего центра тяжести. Тогда период вращения такой системы – 2πr мощности 3,5 на gm, где r – радиус орбиты, g – гравитационная постоянная или константа, и m – масса. Когда мы возвращаемся к предполагаемому моменту нуля и рассматриваем режим, в котором величины, являющиеся массой, гравитационная константа и радиус орбиты являются абсолютными константами, наши элементарные часы сделают конечное количество оборотов. Это соответствует классической концепции времени в космологии. С другой стороны, если учесть, что этот период соответствует режиму переменных констант, то радиус орбиты меняется как r, g – постоянная гравитационная силы, меняется как 1 над r, масса m – меняется как r. Следовательно, период вращения изменяется как r на 3 на 2. Поэтому он стремится к нулю, когда мы пытаемся приблизиться к большому взрыву или биг-бангу, когда r стремится к нулю. Если мы снова отождествим время с числом оборотов, сделанных нашими элементарными часами, то восхождение к большому взрыву или биг-бангу произойдет за бесконечное время. Это напоминает гречкий миф, в котором Ахиллес четно пытается догнать черепаху. В качестве транспозиции Ахиллес пытается приблизиться к нулевому моменту. К сожалению, чем ближе он подходит к этому пункту, тем старше он становится. Он умирает, прежде чем достигнуть этой точки. Другой образ состоит в том, чтобы уподобить вселенную книги, открытой на странице, представляющей настоящее. Затем персонаж пытается пролистать эту книгу, чтобы попытаться вернуться к ее первой странице, в надежде найти предисловие, в котором автор мог бы записать свои намерения. Но в мере того, как он пытается приблизиться к этой нулевой странице, листы книги становятся все тоньше и тоньше. Их толщина стремится к нулю, что делает невозможным доступ к этой странице. Каждая страница содержит текст, состоящий из предложений и слов, расположение которых отражает ограничения, налагаемые законами физики. Но постепенно слова объединяются и образуют текст, в котором мы в конечном итоге не способны уловить никакого значения. Когда персонаж пролистывает эти страницы назад, они состоят только из серии персонажей, распределенных случайным образом, как ивритская суета или тохиу-бохиу. Попутно нам может показаться проблематичным задаться вопросом о том, как течет время в то время, когда во Вселенной нет порядка или каких-либо структур. А и где может быть никакого существа, которое испытало бы эту ситуацию, осознало бы ее и позаботилось о ней. И последнее замечание относительно геометрической структуры, обеспечивающей связь между двумя листами Вселенной. Сингулярность можно устранить, заменив ее состоянием максимальной плотности, в котором стрелка времени повернулась бы вспять, вместе с массой и энергией. Независимо от того, осуществляется ли это связь с помощью сингулярности или кеймост такого рода, следует отметить, что вопрос о существовании до Большого взрыва или Биг Банга отпадает. Теперь мы кратко обсудим влияние модели в области квантовой механики. Как правило, она не поддерживает состояние с отрицательной энергией. В квантовой теории Поля состояние с отрицательной энергией, которые могут возникнуть в результате обращения операторов пространства и времени, немедленно устраняются путем специального выбора этих операторов. Это можно найти в книге Стивена Вайнберга «Квантовая теория полей», начиная со страницы 74-й. Этот выбор был оправдан до 2011 года. Но к тому времени научное сообщество считало само собой разумеющимся, что расширение Вселенной происходит ускоренными темпами, наградив эту работу Нобелевской премии по физике, присужденной Пермутеру, Рису и Шмидту. Однако это ускорение является признаком действия отрицательного давления, возникающего в результате суммы состояния с отрицательной энергией. Таким образом, изучение этих состояний снова следует из фактов наблюдений. В 2018 году бельгийский математик Натали Деберг опубликовала в коммуникационной части журнала The Journal of Physics статью, показывающую, что эти состояния естественным образом следуют из уравнения Дирака, снабженного оператором линейной и унитарной инверсии времени, а не антилинейной и не антиунитарной. В 2019 году канадский физик-теоретик Бенуа Ге опубликовал вторую статью в этом направлении. Эти первые статьи открывают обширную область исследований в области квантовой механики, которая может привести к технологии инверсии массы. После представления основных характеристик космологической модели Януса в этой длинной презентации мы собираемся подвести итоги ее достижений. Модель первая. Модель демонстрирует центральную роль, которая играет частицы отрицательной массы и отрицательной энергии в космической динамике. Второе. Их введение приводит к глубокому изменению геометрической парадигмы, заменяя классическое уравнение Эйнштайна системой двух связанных уравнений поля. Три. Эта система устраняет эффект побега или ранауэй. Четыре. Модель соответствует всем локальным релятивистским экспериментальным данным продвижения перигелия Меркурия, отклонения световых лучей массами. Пять. Точным решением она объясняет ускорение космического расширения. Шесть. Она объясняет лакунарную структуру Вселенной в большом масштабе. Семь. Это объясняет природу феномена великого отталкивателя, открытого в 2017 году. Восемь. Это объясняет значительные эффекты гравитационной линзы. Девять. Объясняет структуру материи в нитях и в кластерях. Предлагает. Десять. Предлагает новый сценарий рождения галактик. Одиннадцать. Объясняет ограничения галактик. Двенадцать. Объясняет плоскую форму их кривых вращения. Тринадцать. Объясняет, почему далекие галактики с сильным красным смещением или Redshift имеют низкие величины. Четырнадцать. Объясняет о высоких скоростях галактик в скоплениях. Пятнадцать. Сообщает о явлениях гравитационных миражей. Шестнадцать. В нем объясняется структура спиральных галактик. Семнадцать. Объясняет огромную однородность ранней Вселенной, вводя новое видение ее в режиме переменных констант. Восемнадцать. Дает альтернативную интерпретацию флуктуации, наблюдаемых в космическом фоне или Cosmic Background, как отпечаток на позитивном мире флюктуации негативного мира, возникающих в результате гравитационной нестабильности в этой среде. Девятнадцать. Выводит из их анализа соотношение масштабных факторов двух сторон Вселенной, а также соотношение скоростей света. Двадцать. Он предполагает возможность путешествия к другим звездным системам с использованием геодезических с отрицательным наклоном, что в результате приведет к сокращению времени путешествия в тысячу раз. Двадцать один. Это объясняет сценарий отсутствия наблюдения за первичной антиматерией, что воплощает идея русского Андрея Сахарова. Двадцать два. Дуальность материи и антиматерии, присутствующая в мире отрицательных масс, приводит к существованию двух антиматерий, одну с симметричной, с положительной массой, а другую, ПТ, с симметричной отрицательной массой. Двадцать три. Модель полностью определяет идентичность невидимых компонентов Вселенной, антипротонов, антинейтронов и антиэлектронов с отрицательной массой. Двадцать четыре. Это антиматерия с отрицательной массой, испускающая фотон отрицательной энергии, движется по геодезическим второй метрике, то есть по множествам траекторий, не пересекающихся относительно положительных масс. Этим обосняется невидимость таких конструкций. Двадцать пять. Модель предсказывает, что в экспериментах с альфа и г полосой, установленными в СР, антиматерия будет вести себя в гравитационном поле Земли, как обычная материя. Двадцать шесть. Модель Януса указывает на необходимость включения состояний с отрицательной энергией в квантовую механику и квантовую теорию поля. Двадцать семь. Это устраняет вопрос о существовании до Большого Взрыва или Биг Банга. Двадцать восемь. Она предлагает новое определение времени в космологии на ранней стадии Вселенной. Двадцать девять. Она описывает содержание и структуры Вселенной отрицательных масс. Тридцать один. Дополнительно, хотя было предложено объяснение, основанное на работе зондов и объясняющее замедление космических зондов Пионер-10 и Пионер-11, модель предлагает альтернативную интерпретацию этого замедления, которое она приписывает градиенту очень небольшого количества отрицательной массы, окружающей Солнечную систему. Франкоязычные пользователи интернета, которые хотят узнать больше, могут обратиться к тридцати видео из серии Янус, к которым можно получить доступ, щелкнув ссылки на домашние страницы моего сайта. Помня, что они снабжены английскими субтитрами с 13 января. Возникает вопрос. Почему? Несмотря на представление множества полученных результатов, поддержка этого подходка учеными так ограничена. Мы можем предложить несколько объяснений. Эта модель опровергает значительную массу работ, исходными пунктами которых были гипотезы о существовании темной материи положительной массы, об отталкивающей силы вакюума и поля инфлятона. Она представляет собой глубокий парадигматический сдвиг с далеко идущими последствиями для космологии, астрофизики, физики элементарных частиц и физики в целом. Тем не менее, в очень редких случаях, когда французские ученые выражали свое мнение о модели Януса в интервью, видео или в книгах, это показало, что они не одосужились прочитать это и говорили ложные вещи, сигнализируя о своем полном непонимании основ этой работы и своем незнании результатов полученных и опубликованных в журналах высокого уровня. Но наиболее важным аспектом является то, что это новое видение Вселенной открывает возможность установления контакта с соседними звездными системами благодаря возможности совершать в разумные сроки поездки на транспортных средствах, где освоена технология массовой инверсии. Перспектива может вызвать по очевидным причинам мощную психосоциально-иммунологическую реакцию во многих сферах, в том числе даже в научном сообществе.